Воспитание – серьёзная часть образовательного процесса, и это не так просто улучшить школьную среду и качество воспитательной работы. Тема эта весьма актуальна во все времена. Воспитание в настоящее время в центре внимания специалистов. И поэтому разговор о воспитании и дополнительном образовании, который состоялся в Славинском районе, был необходим для всех его участников. Руководители управления образованием из всех 44 муниципалитетов Краснодарского края прибыли в наш город, где проводился краевой семинар совещания. Собравшиеся должны были обсудить современные ориентиры в области воспитания и дополнительного образования детей. Свой опыт работы для презентации подготовили представители управления образованием и образовательных организаций Славинского района. Педагоги сразу же приняли участие в акции «Георгиевская лента» и смогли отправить специальные открытки с видами Славинска на Кубани своим друзьям и близким. Они приехали сюда с большими надеждами на интересную и плодотворную работу. С большим удовольствием приехала сюда набраться большого опыта, потому что даже сама программа составлена настолько грамотно. И фортсайт-сессия, и все эти мероприятия, и работа с космическими классами, настолько все это феерично, знакомо для Славинского района, но не знакомо для нас, для других территорий. Приехали сюда увидеть, набраться опыта и внедрить у себя в муниципалитете. Славинск встретил сегодня гостеприимно, солнышко, тепло. Мы посмотрим о вашей организации и поучаствуем в ваших акциях. Спасибо большое за участие уже в первой акции «Георгиевская лента». Я надеюсь на плодотворную работу. На открытии фортсайт-сессии в 12-й школе, посвященной роли комфортной школьной среды в формировании жизнестойкости подростков, выступил заместитель главы Славинского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он рассказал о своем жизненном пути, связанном с районным образованием, и о том, что делается в образовательной сфере в настоящее время. Все кадры, которые у нас сейчас в системе управления, они фактически выходцы из школы. Это уже серьезные заделки. Не надо никому еще объяснять, рассказывать. Люди сами понимают, как им работать. Ну вы это тоже отлично знаете. Ну а кадры, конечно, тоже система сложная. Если три года назад у нас из 12 молодых учителей, которые приходили в школу, через год никого не было, то вот сегодня у нас 66 человек пришло, и ни одного за два года, чтобы он со школы ушел. Меняется подход, меняются отношения. Все к чему? Отсматривать начали тех учителей. У нас есть свой педагогический институт, Кубанский госуниверситет, ну и плюсом же еще мы по краю много работаем с Армавиром Стаснодаром. Вот тот студент, который пошел по целевому, мы его ведем. То есть смотрим за ним, как он на первом курсе учится, как на втором, на практику затаскиваем, на эту компанию мы ведем и заинтересовываем вот в системе работы. В ходе работы форсайт-сессии были подняты серьезные вопросы. Как создать такие ключевые компоненты среды в школах, чтобы обеспечить высокую жизнестойкость детей и подростков? Нужны благоприятные условия для максимального развития личности, охранения ее от негативных воздействий. Затем участники семинара-совещания познакомились с работой стендовых моделей, флагманы образования, обучения и воспитания. Здесь были широко представлены лучшие учителя и педагоги дополнительного образования, тренеры. Конечно, все они были вместе с учащимися и воспитанниками, которые с радостью демонстрировали свои достижения. Рано поутру наш дыркий молодой, в холоде встает, утрябый удовой. Участвующие в этом мероприятии были переполнены самыми положительными впечатлениями. Сейчас мы приняли участие в семинаре и в работе мастер-классов приняли участие. Вообще супер! Я хочу сказать, что и дети у вас молодцы, и замечательные учителя. И самое главное, видно, что работа ведется не вчера, она началась, а ведется систематическая, планомерная работа. Те достижения, которые мы сегодня увидели, и то, как дети рассказывают о своих увлечениях, это вообще очень ценно. Это очень значимо и очень важно. Пленарное совещание открыла и вела министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. Она отметила, что практика ориентированной семинары в муниципалитетах становится традиционными, а темы, которые предлагаются для обсуждения и обмена опытом, всегда пересекаются с федеральной повесткой. Только сегодня мы будем с вами обсуждать важные цифры, события и факты, работать и в знакомстве с опытом Славянского района, и обсуждая наши актуальные проблемы и задачи, которые стоят перед нами. Ну и, конечно, думаю, что вот эти полтора, наверное, дня или два с половиной дня у кого-то получится, мы окунемся в практику реализации тех реальных направлений, которые у нас были, и возникнут еще новые коммуникации. Глава Славянского района Роман Синеговский в своем выступлении подчеркнул, что каждый школьник может найти себе занятия по интересам. Для этого дополнительное образование не уходит из поля зрения власти. Всегда готовы к взаимодействию, обмену опытом и получению новых полезных знаний. Свертое образование в Славянском районе самое крупное среди всех социальных отраслей. С выше 15 тысяч школьников обучается в 36 школах, более 5000 детей являются воспитанниками 38 детских садов. Как и все мы не спали деды Кубани, мы стараемся идти в ногу со временем, использовать эффективные программы, лучшие методики в образовании и воспитании наших детей. Конечно же, один из главных векторов развития отрасли в современных условиях – это дополнительное образование наших детей. За последние два года при поддержке губернатора Кубани Ивановича Кондратьева, законодательного собрания и нашего депутата Государственного Думы Ивана Ивановича Демченко мы сделали серьезное вложение в систему дополнительного образования нашего района. Благодаря этому заметно выросло количество учебных направлений, прежде всего научно-технических. Начальник управления образованием Славянского района Елена Щурова рассказала об изменениях, которые были сделаны в работе управления и дали весомый положительный эффект, позволив значительно подняться образовательной сфере муниципалитета в краевых рейтингах. Первое направление, которое мы для себя выбрали в вопросах воспитания – это дифференцированный кластерный подход. Что это значит? У нас примерно городских и сельских детей 50 на 50 процентов. И практика показала, что в 80 процентов случаев методика, которая действенная для городских очередей, неплохо работает в селе. Там другой социум и другие дети. Мы применяем кластерный подход и дифференцируем работу по поселению. К примеру, там, где станица является исконно-казачьей, естественно, является логичным взаимодействием с благочением и РКО. Второе направление – это кадры. Мы провели мониторинг уровня компетенции специалистов воспитательного блока школ, разработав свою методику оценки в форме тестирования по различным видам компетенций. Следующий день начался с посещения скульптуры учителя в молодежном парке города. Славянские ребята приготовили для гостей целое представление, где были и веселые барабанщицы, и взволнованный лирический рассказ о городе и районе, и душевная песня. Мы счастливы здесь и жить, и учиться. А знаете, сколько у нас школ, друзья? Их ровно 34. Плюс лицея 2. А всего 36. И это прекрасно. Ведь в школе учиться – это просто классно. Рассказывая об истории удивительной скульптуры учителя, непосредственные участники ее появления подробно изложили то, что сопутствовало этому, но до сих пор волнует. Действительно, место намоленное. Здесь была когда-то самая первая стаинская школа. Здесь проходят парады первокурсника, здесь проходят гусные баллы, здесь тысячи людей каждый день проходят. И нам было очень важно, год наставника, завершить вот таким хорошим событием. Много было желаний сделать памятник, но мы решили не оставлять это другим поколением. Поэтому здесь спасибо и руководству района, и управлению образованием. Вспоминаем и первую учительницу, и маму с папой, и тех, кто нас по жизни вел. Неизгладимое впечатление на всех произвели открытие космопарка, экскурсия по нему, посещение планетария и космического класса. Участники семинара в его ходе смогли узнать много нового, оценить достигнутое с тем, чтобы использовать это в своей практике. Посмотрели новую школу, посмотрели детский сад, и сегодня мы присутствуем на историческом событии, это открытие космопарка. Это мечта всех, начальников управления образования, чтобы в каждой школе были такие космические лаборатории, космические классы, и мы все будем стремиться к тому, чтобы и у нас тоже было что-то подобное. Огромное спасибо Министерству образования, администрации Славянского района, начальнику управления образования Славянского района, главе Славянского района за то, что нас приняли, приняли за то, что нам все это показали. Конечно, мне кажется, что мы здесь можем еще и неделю находиться, и мы увидим что-то новое и интересное. Получила массу удовольствия. Я взяла очень многое для своего муниципалитета, что можно развить, и очень радуюсь за ваш муниципалитет, потому что космопарк – это то, что, наверное, надо детям. Космопарк – это круто, и очень хочется, чтобы в каждом муниципалитете было именно такое. Поэтому спасибо огромное за гостеприимство, за массу положительных эмоций, которые мы отсюда увезем в свои муниципалитеты. Затем педагоги посетили первый лицей, где познакомились с инженерным классом, музеем, трудовым обучением. Большое впечатление на всех произвел четвертый детский сад, где все сделано для детей очень продуманно и с любовью, отвечает современным требованиям. Завершился семинар-совещание в Доме молодежи, где речь шла о военно-патриотическом воспитании юношества. Были подведены итоги мероприятия. Конечно, говорили о всем, что актуально в масштабах Краснодарского края. У нас должны быть коммуникации школьных музеев. У нас есть серьезная, содержательная такая опция. Это воспитательный, неизгладимый ресурс, когда дети видят историю своей школы, своих выпускников. Это сопричастно с их судьбой, и поэтому это больше воспитывает, нежели просто какие-то наши там митинги, слова и так дальше, проходит через их душу. И, конечно, мы будем думать, как на базе парка истории сделать вот такую содержательную работу по музееведению, объединяя ресурс, ну и, конечно, показывая ребятам те современные технологии в музееведении. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский высоко оценил уровень проведения важного для образовательной сферы семинара. Я рад, что сегодня такая команда работает, хорошая, слаженная. И секрет успеха в том, что опираемся на гостининг, которые движемся дальше. Никогда нельзя, приходя на место, начинать с нуля. Конечно, подготовка кадров. Очень сегодня. Красная линия везде была. А кто придет на смену, ну там уже не дитка сегодня, мы видим на камеру. А кто завтра придет, да, найдем на расти. А кто у нас перед институтом, в часах, когда-нибудь уходят. Были и выступления с мест. Два дня, проведенные в Славянске-на-Кубани, не прошли впустую. Приобретен ценный опыт. Каждое посещение учреждения, каждое мероприятие, оно тоже настолько было профессионально построено, познавательно, я не знаю, списала буквы, но, как я это говорила, и в Ларминском районе. То есть есть, что взять из каждого или от каждого выступающего. Ну, четвертый детский сад, это вообще без всякого, я не знаю, каких-то больших предыдущих слов, потому что действительно настолько продумана вся, все локации, бережливость, и вот оно все собрано. Я не знаю, как они это все придумали, ваши люди, сотрудники детского сада. Вот этот креатив, этот настрой, позитив, все для детей. Мастер-классы, образовательные площадки, экскурсии, знакомства с работой отрасли образования района для гостей организовали славянские педагоги. Они и дальше будут работать над повышением качества своей нужной и важной деятельности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».